Перелетные птицы с наступлением холодов улетают на юг. Зимующие остаются с нами даже в самые холодные месяцы года. В этот период пернатым трудно найти питание в естественной природной среде, поэтому им необходима подкормка. Именно с этой целью в Подмосковье и был запущен проект под названием «Покорми птиц». Мы всем напомнили об этом в прошлом году, когда проводилась аналогичная акция, и сами удивились тому, какой она имела фантастический успех. В них 51 муниципальное образование откликнулись, десятки тысяч людей вышли, и все это с энтузиазмом, с настроением и с самыми лучшими впечатлениями. Эта областная экологическая акция приурочена к Международному дню птиц, который отмечается ежегодно 1 апреля. Очень приятно, что мы начали это именно здесь, на нашей Лазутинке, потому что все-таки для нас важно не только, чтобы парк был местом притяжения для спортсменов и наших жителей, но и являлся таким богатым экологическим местом, где богатая флора, фауна, где чистый воздух. И чем больше будет кормушек, тем, конечно, больше будет птиц, и экология будет, что называется, на высшем уровне. К акции в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха присоединился легендарный вратарь сборной СССР по хоккею, олимпийский чемпион 1984 года и многократный чемпион мира Владимир Мышкин. Вместе с ним кормушки для птиц развесили и воспитанники хоккейного клуба «Армада». Ребятам подарили клюшки, сделанные из древесины кремлевской новогодней ели. Это своего рода передача эстафеты старшего поколения олимпийских чемпионов, которые стали в 2018 году олимпийскими чемпионами, молодому поколению. Андрей Иванов сообщил, что акция «Покорми птиц» в муниципалитете будет продолжена. В ней примут участие и школьники из образовательных учреждений района. До 1 апреля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха появятся новые экологические объекты – скворечники и кормушки, сделанные детьми на уроках труда.